Здравствуйте! Центральная городская библиотека продолжает серию подкастов о литературе «Между строк». Эпизод пятый этой серии посвящен литературе Кольского Севера. В сегодняшней беседе принимает участие Вадимир Вадимович Тросов – поэт, бард, прозаик, публицист, критик, член Союза писателей России, лауреат Всероссийской литературной премии «Левша» имени Николая Семёновича Лескова. И я, Ольга Клюшенкова, главный библиотекарь отдела обслуживания Центральной городской библиотеки. Подходит к концу 2021 год, и, наверное, уже можно подвести некоторые итоги. Вадимир Вадимович, какие наиболее значимые события произошли за это время в литературной жизни Кольского Заполярья? Здравствуйте. Год идет к концу, и, в общем-то, все знаковые события, которыми этот год был наполнен в литературном плане, уже произошли. Для нас, для членов Мурманской областной организации Союза писателей России, год открылся выходом очередного альманаха, площадь первоучителей альманаха Союза писателей России Мурманской областной организации, который был, в частности, посвящен и прошлогоднему фестивалю-форуму «Капитан Грей». Была выпущена Дмитрием Коржовым и Олегом Дроздовым антология поэзии Кольского края, что тоже стало значительным явлением, ибо там собрано около двухсот авторов разных лет, разных поколений, разных направлений творчества. Это большой фундаментальный труд, который Дмитрий Коржов проводил в течение двух десятков лет, это как минимум, а также, наверное, даже и дольше, если брать самое начало. Но, тем не менее, вот такая вот антология, она вышла, увидела свет и теперь была представлена во многих городах Кольского полуострова. Естественно, очередной одиннадцатый форум-фестиваль «Капитан Грей», являющийся отборочным туром к финалу Межвузовского литературного форума «Осиенное слово» имени Николая Степановича Гумилёва, который проводился ранее в Переделкино, а с этого года проводится в Ленинских горках, также в Подмосковье. Но это по техническим причинам. Очередной форум-фестиваль «Капитан Грей» стал рекордным по количеству участников. Мы приняли 63 заявки, причем география была очень обширная, от Калининграда до Зауралья. Это Хакасия, Омская область, это Приуралья, Уфа, это Астрахань, Средняя Россия. В общем, фестиваль приобрел уже статус открытого, межрегионального. И практически по количеству заявок, по географии заявок, его можно приравнять даже к статусу всероссийского фестиваля. Люди ехали на перекладных, чтобы добраться до Мурманска, и предпринимали героические усилия. Сама атмосфера фестиваля была очень рабочей, как всегда, очень творческой. У нас в экспертном совете, кроме традиционного состава, представляющего кольскую литературу, были коллеги из Вологды, это прекрасный прозаик Дмитрий Ермаков, великолепная поэтесса Нина Ягодинцева из Челябинска, многие другие представители Москвы, Петербурга, очень приличные по уровню наши коллеги, чему мы были очень рады. Ну и рекомендации у нас получили и в прозе, и в поэзии весьма зрелые уже авторы. Могу отметить, что вот в поэзии безоговорочно, если бы мы присуждали гран-при, я бы отдал поэтессе из Холмогор Архангельской области Ольге Беспаловой. Она стала, безусловно, открытием этого фестиваля для нас. С удовольствием я написал уже о ней рецензию, о ее стихах. И надеюсь, она будет опубликована в декабрьском номере журнала «Приокские зори». Ну и сейчас вот из таких событий, которые не происходили раньше, совсем недавно, в начале ноября, было заседание экспертного совета при Министерстве культуры Мурманской области, куда я тоже имею честь входить, по распределению грантов, выделенных на издание литературных произведений кольских авторов. Было подано 9 заявок в итоге, мы рассматривали каждую. Там были представители и нашего союза писателей, союза писателей России и наших коллег из союза российских писателей, тоже из Мурманского отделения, и просто свободных, так сказать, художников, которые пока еще не охвачены ни одним литературным сообществом. Прочли достаточно большое количество материалов, вообще уровень порадовал. Это было впервые за долгие годы, я не помню, чтобы вообще деньги выделялись так щедро на издание литературных произведений. Некоторые представители, которые участвовали в конкурсе, получили возможность издать свои первые книги, свою первую полиграфическую продукцию, получить на руки, что очень здорово вообще и в профессиональном плане, и в плане самовдовлетворения. Поэтому вот это заседание экспертного совета я тоже бы отнес к довольно знаковым событиям 2021 года. В этом году полнилось 105 лет со дня рождения Константина Баева и 100 лет со дня рождения Александра Подстаницкого, мурманских поэтов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В 1993 году была учреждена литературная премия губернатора Мурманской области имени Константина Баева и Александра Подстаницкого. Премия Баева Подстаницкого присуждается у нас традиционно очень молодым, совершенно начинающим авторам. Это тоже, конечно, очень правильно, потому что нужно поощрять и всячески стимулировать и поддерживать юных, молодых авторов безотносительно того, станут они в будущем профессиональными литераторами или как-то на этом все закончится. Но на данный момент, если люди достойны какого-то поощрения и публикаций, и денежных каких-то, так сказать, грантов, то я думаю, что это обязательно нужно делать, потому что это тоже часть работы с молодежью и поддержка на начальном этапе, она важна, как, может быть, ничто другое. Потому что если вовремя человека не поддержать, он может опустить руки и в итоге талант зароется в землю, а мы же не знаем, какое дарование в итоге пропадет. Поэтому лучше поддерживать, а там уже дело автора, как дальше распоряжаться собственным дарованием, божьим даром и так далее. Хотелось бы более активного участия манчегорских авторов в этой премии. Ну, у нас есть представители, которые достаточно недавно получали эти премии, к сожалению, в основном в прозе, в поэзии. Вообще как-то манчегор слабо представляется и на форуме фестиваля «Капитан Грей», потому что из тех, кто был и представлял в Манчегорске, я могу упомянуть только мою коллегу Ирину Рогозину, но это достаточно уже состоявшаяся поэтесса. Я ее прекрасно знаю, прекрасно знаком с ее творчеством, представлял ее первую книгу, писал лицензии. Но это был 2014 год, она получила у нас рекомендацию на «Капитане Грея». И три года назад Аполлинария Лебедева появилась, конечно, со своими стихами. Мы ее отметили как возможную перспективную в дальнейшем поэтессу, но как-то вот, видимо, на этом пока все и закончилось, и больше она не проявляла себя на творческой стезе, я, во всяком случае, на поэтической, но это личное дело каждого. В настоящее время ведется работа по отбору произведений для издания второго литературного сборника манчегорских авторов. Презентация этого сборника состоится в сентябре следующего 2022 года. Вы, Вадимир Вадимович, входите в редакционный совет. Да, сборник манчегорских авторов, второй уже сборник, достаточно логичен по своей инициативе, потому что со времени издания первого сборника прошло уже 10 лет, в общем-то, даже больше, да, 13 лет, если быть совершенно точным. Поэтому многое изменилось в литературном пространстве манчегорска. Кто-то перестал писать, кто-то уехал, кого-то, к сожалению, уже с нами нет. А вот время прошло, поэтому мы восприняли инициативу Центральной городской библиотеки как должное. На данный момент, конечно, не могу сказать, что появились какие-то новые имена. Вот, опять же, проблема в этом, манчегорские проблемы с поэзией. Может быть, кто-то и пишет, но среди молодежи, наверное, все-таки более популярны нетрадиционные формы, более современные, связанные с музыкальным сопровождением, в частности, рэп и так далее. Не очень жалуют молодые люди поэтическое творчество в традиционном плане. Поэтому пока в составе авторов этого сборника люди, которые уже себя зарекомендовали, так или иначе, в поэзии. Из новых имен я могу назвать только нашего друга, журналиста российской газеты Алексея Михайлова. Он сейчас живет в Североморске, работает в Мурманске, но он манчегорец по рождению. Не столь давнего времени пишет стихи. Стихи, в общем-то, уже достаточно зрелые, приличные. И мы с удовольствием включили его подборку в состав этого сборника. Также у нас в свое время в Манчегорске жил достаточно известный поэт Андрей Сутоцкий. Сейчас он уже 4 года живет в Новгороде, в Великом. Но Виталий Каратаевский его нашел, с ним связался. Он тоже прислал небольшую подборку своих стихотворений. Ну, а в остальном это уже достаточно известные манчегорские авторы, уже упоминавшиеся Ирина Рогозина, Ольга Тимофеева, Лилия Бросимова. Из тех, кого с нами уже нет, к сожалению, это наш ближайший друг, великолепный, тончайший поэт и лирекс Александр Судаков, к сожалению, в прошлом году оставивший этот мир. Естественно, мы не могли не включить в этот сборник произведения наших старших товарищей, с которых в Манчегорске все творчество, в частности Бардовске, началось. Это поэзия Сергея Каплана и прозу Сергея Сысоева. Ну, пока еще время есть, ждем. Может быть, кто-то еще появится, если не зайдет до редакционного совета, чтобы представить свои произведения, которые мы с удовольствием оценим. Вадимир Вадимович, а какие литературные новинки авторов Кольского Заполярья Вы бы порекомендовали нашим слушателям с пометкой «Не проходите мимо»? В этом году очень плодотворно в плане издания произведений, если можно так выразиться, работает наш друг, близкий коллега, замечательный поэт и прозаик из Оленигорска Саша Рыжов. Он как-то пришелся своей прозой по нраву такому достаточно одиозному издательству, но и издательству мощному, как «Эксмо». Они взяли пять его, в основном, детективных произведений к изданию. В частности, такие вещи, как «Охота на черного короля», «Дерни смерть за саван», «Зов полярной звезды» и другие. И я бы рекомендовал нашим читателям познакомиться с творчеством именно прозаическим Александра Рыжова, потому что он иногда представлен на страницах книг как Александр Руж, то есть это его псевдоним такой творческий. Он очень мощный прозаик, я даже не буду сейчас о поэзии говорить, там даже и вопросов никаких нет. Его очень богатый язык, проза легко читается, сюжет выстроен, фабула не заставляет читателя где-то тормозить и скучать, вот поэтому я думаю, что это всем будет интересно. А из тех книг, что готовятся к изданию, я бы, конечно, порекомендовал, это, во-первых, книга Дмитрия Коржова, моего коллеги и друга по Союзу писателей «Вперед в прошлое». Его повесть «Школеры» очень хорошая книжка, на мой взгляд, будет издаваться североморским автором, тоже она член Союзу писателей России, Анастасия Герасенко, вот она себя пробует не только в поэзии, но и в прозе. Книга «Заполярная дорога», там собран материал и литературно представлен материал об истории создания дороги между Мурманском и Североморском, причем очень интересно, на мой взгляд, представлен. И самый главный текст адаптирован для детей и юношества. То есть он, может быть, как отметили некоторые члены экспертного совета, лишен в какой-то степени художественности, но, на мой взгляд, это поможет, например, молодому поколению, не погружаясь в витиеватость, так сказать, воспринять фактологию этого повествования, тем более, что она дана на истории конкретной семьи. Старшее поколение, среднее, младшее, то есть, и все это, ты понимаешь, что это одна семья, только когда начинаешь осваивать уже большую часть этой книжки. И, на мой взгляд, это очень удачная книжка, и она полезна именно школьникам, потому что я тоже не знал про эту дорогу очень многого, ну, что тут, скажем так, скрывать, всего знать невозможно, тем более, краеведение, это постоянно какие-то тонкости, изучение каких-то документов, которые, может быть, широко не представлены нигде. Вот, у Анастасии получилось. Вот, также рекомендовал бы познакомиться с первой книгой нашей поэтессы, с Североморской, Юлией Калмогоровой «Танцуй всегда». Ну, вот ее много критикуют за эту книгу, в частности, ее коллеги Полито Североморскому и наши коллеги из соседнего союза, из союза российских писателей. Ну, я думаю, что поэзия Юлия, она такая, она не броская, может быть, может быть, не очень с яркой поэтикой, но она там зачастую между строками внутри больше, чем, так сказать, снаружи. Тоже рекомендую почитать. Вообще, будут выходить книжка «Наизнанку» Екатерины Гладышевской, тоже интересная поэтесса мурманская. На мой взгляд, ее стихи запоэтизированы, чересчур переполнены образами, там иногда теряется основная линия, тема, смысл и так далее. Но очень достойная, тем не менее, поэтесса, интересная, с неожиданными решениями. Поэтому, вот, я думаю, что будет что почитать. Ну, и, естественно, всем рекомендую познакомиться с энтологией и кольской поэзией. И уже, вот, буквально остались, может быть, считанные дни, может быть, там, недели до выхода очередного нашего литературного альманаха Мурманско-областного отделения Союза писателей России, «Площадь первоучителей», где тоже будут представлены не только произведения кольских авторов, но и произведения тех, кто получил от нас рекомендации к участию в финале Межвузовского форума «Оссиянное слово», который состоится в следующем году в Подмосковье. Спасибо. А если человек совсем не знаком с литературой кольского края, то с творчеством каких мурманских авторов нужно прежде всего начинать это знакомство? Ну, из прозаиков я бы посоветовал, безусловно, это Виталий Семенович Маслов. Тут даже я не буду называть, какие книги читать. Это просто взять список произведений Виталия Семеновича и в поэзии, и в прозе, но почитать... У него есть потрясающие совершенно стихи, ну и проза, это просто уникальная проза. Она написана зачастую на поморском диалекте, за что Виталию Семеновичу в свое время очень сильно доставалось от коллег из центра, в частности, из Ленинграда тогда, из Москвы, которые, в общем-то, отказывались понимать наречия поморов, ну вот, все эти, скажем так, диалектизмы. Но, тем не менее, эти диалектизмы, они наполняют прозу совершенно уникальным колоритом, и я считаю, что с помощью этих диалектизмов, даже если ты их поначалу не понимаешь, передается атмосфера дыхания того времени, дыхания той местности тех людей, что ценно. Конечно, я бы рекомендовал всем прочесть большой роман Николая Скромного, «Перелом». Он незаслуженно сейчас забыт, он издавался отдельным изданием, это фундаментальный труд. Николай Скромный писал его, я думаю, что всю жизнь. Он охватывает период коллективизации в Северном Казахстане, откуда родом Николай Скромный. Я считаю, что это очень честное, очень литературно богатое произведение. Книга, которая действительно передает все трудности, все проблемы, все коллизии, которые драматические, с которыми был связан сложнейший период в истории нашей страны. Герои там выписаны очень подробно, переданы на оттенки характеров. По моему мнению, во многом перелом может стоять на одной планке с такими произведениями, как, например, кануны Василия Белова. Я могу это сказать с полной ответственностью, я два раза перелом перечитывал, он на меня произвел очень сильное впечатление. Ну, а поэзия в Кольском крае всегда была представлена очень широко. Это и Владимир Смирнов, это Владимир Семенов, который по фамилии и паспорте тоже Смирнов, поэтому он стал Семеновым. Это Борис Романов, Викдан Синицын, Николай Колычев. Нас читайте, Диму Коржова читайте, Сашу Рыжову, Марину Чистоногову, Катю Яковлеву, Илью Виноградову. То есть, масса достойных людей. Еще бы из прозы я бы порекомендовал почитать Михаила Тверцова. К сожалению, большинство имен наших старших товарищей я назвал уже, так сказать, в ретро плане, их, к сожалению, с нами уже нет. Ну, а в плане, если вы хотите познакомиться с историей нашего Кольского края, то здесь, естественно, Михаила Решета читать все подряд, все его книги. Вот, читать подробно, читать вдумчиво, и я считаю, что это ведет вас в огромный мир, который, в общем-то, широкому читателю может быть и не очень знаком в контексте современных событий. Но забывать об этом нельзя, потому что краеведческая литература это история малой родины, история земли, на которой ты живешь. А зачастую ей очень мало уделяется внимания, даже в читательской среде. Все знают про битву при Гавгамеллах, битву при Кресси, при Азенкуре, и так далее, и тому подобное, при Аустерлице, при Ватерлоо. А вот о тех событиях, которые происходили здесь, у тебя, так сказать, о той истории, которая у тебя под ногами, многие, в общем-то, не знают. Это не вина людей, может быть, это наша беда общая. Но вот Михаил Иришет один из тех выдающихся подвижников, который с этой бедой успешно боролся. Вадимир Вадимович, вы являетесь председателем Совета городской общественной организации Цех изящной словесности. Скажите, пожалуйста, чем сейчас живет Цех? К сожалению, ситуация социально-эпидемиологическая складывается, назовем ее так, складывается столь неблагоприятно, что мы приняли решение совместное с представителями тех площадок и учреждений, где мы собирались выступать, что мы до конца года отменяем все оффлайн мероприятия. Переходим мы только в сеть, в основном это сеть, естественно, ВКонтакте, может быть, и соберемся провести онлайн-концерт. Вот так мы записываем хоум-видео и выкладываем это в общем-то на своих страницах в сети. Мы приняли решение не проводить в январе очередной 32-й фестиваль Дни Владимира Высольского на Кольской земле. Его не будет уже второй год. Мы просто затратим колоссальное количество усилий и очень не хочется, чтобы они пропали. А фестивали никто не забудет. Ничего страшного, творчество это не помешает. Мы уже привыкли выступать в течение года, давать клубные концерты хотя бы раз в два месяца. Ну, будем больше работать за столом, за компьютером. Мы, конечно, составили план мероприятий на 2022 год. Три концерта на весну с марта по май включительно и три концерта на осень. Ну, посмотрим в реалиях, что будет. Надеюсь, что мы, если не в этом году, то в следующем наконец-то примем Виталия Каратаевского «Союз писателей России». Он давно уже для этого созрел, но ему нужно издать второй сборник стихов, выполнить такую формальность. Хотя Гришу Сыпко принимали и с одним сборником. Сейчас вот более пристально на это смотрят в центре, в Москве, потому что принимаем мы здесь, утверждает это все Москва. Касается меня поэтический сборник в следующем году я не планирую, а вот может быть что-то с прозой что-то и получится. Поэтический сборник пока набирается, там пока есть около десятка новых стихотворений, какие-то новые, которые еще не входили в книжные издания. Но это вопрос уже дальней перспективы. Ну и работа в журнале, да, вы являетесь заведующим отделом критики и литературоведения литературно-художественного журнала «Приокские зори». И одна из последних ваших публикаций это статья, посвященная двухсотлетию со дня рождения великого русского поэта и писателя Николая Алексеевича Некрасова, где наши слушатели могут познакомиться с этой статьей. И с другими вашими... Да, с начала 2017 года я по предложению главного редактора журнала «Приокские зори» Алексея Афанасьевича Яшина, кстати, уроженца города Полярный, нашего земляка, который вот, в общем-то, имеет корни в Тульской губернии, в Калужской, вот он живет сейчас там, вот, и командует этим журналом, на мой взгляд, довольно приличным. Хотя это очень нелегко, и журнал существует под эгидой Тульского государственного университета и такой общественной организации, как Академия русской литературы. Ну, вот это все обусловило существование журнала в формате интернет-сайта и печати по требованию. На мой взгляд, вполне разумная позиция. Журнал полный, 250 страниц, представлены там все виды литературных жанров, проза, поэзия, критика, публицистика. Пишу литературные колонки, редакторские колонки, я уже туда не первый раз. У нас очень хороший контакт с главным редактором, да, с остальными членами редакционного совета и с отделом поэзии, с отделом прозы. Где можно познакомиться с содержанием журнала? Прежде всего на сайте. Журнал интересный. В декабре, я надеюсь, там будет представлена вот моя рецензия очередная на уже тоже упоминавшуюся поэтессу из Холмогор Ольгу Беспалову. Она называется «Сердце не суетного тепло». И еще будет, я надеюсь, что мне пообещали, что в декабрьском номере будет опубликован рассказ одного из лауреатов прошлогоднего нашего фестиваля форума «Капитан Грей» и победителя «Осиянного слова» в номинации «Проза». Я вот как раз она в моем семинаре по прозе была в Подмосковье. Замечательный автор из города Калач в Воронежской области Ирина Солиная. Очень перспективный прозаик, хотя она пишет и стихи. Очень отдаленный человек. Сейчас я отправил очередную свою подборку стихов Саши Воронину и Елене Петеля и на журнале «Север». Спасибо. Хочу поблагодарить вас, Вадимир Вадимович, за участие в сегодняшней беседе. Пожелать вам творческого вдохновения. А нашим слушателям хочется сказать, читайте литературу авторов Кольского Заполярья. До встречи в новом 2022 году. До свидания. Всего доброго.